Всем привет дорогие друзья, меня зовут Сергей Трейсер В общем ребят, почему не было долго видео У нас шли очень сильные дожди Как видите я в лесу Сюда нужно добираться на машине Там лесными тропами всякими и так далее и тому подобное В общем там была колея очень глубокая Я и так с трудом на своей машине проезжал А сейчас там такие лужи И жабы квакают Поэтому проехать я сюда не смог Я же решил продолжать строительство с помощью вот этих досок Потому как мне надо было сюда привезти вот эти доски Но спасибо моему тестю Который кстати сегодня тоже приехал со мной Который на своем джипе помог мне Доставить сюда эти доски, чтобы я наконец-то мог снять видос Еще кстати ребят Пару дней назад я ездил В Кривой Рог, там кто помнит Есть такая провальная воронка, диаметр дырки Где-то 100 метров и глубина ее 300 И в общем мы прыгали в эту воронку По техническим причинам как-то так получилось Что у меня большая часть кадров запороты И видео у меня на канале не вышло Есть вот этот фрагмент, как мы прыгнули В воронку глубиной 300 метров В общем ребят, ссылка на мой телеграм-канал в описании Там есть видео, кстати кто подписан на инстаграм То они уже в принципе видели это видео Ну а мы короче где-то через месяц Наверное туда вернемся, заново все переснимем Чтоб все было по-крутом и так далее и тому подобное Ну а сейчас продолжаем к строительству домика Сегодня в планах Это зашить заднюю стенку Построить две кровати Стол и дверь И в принципе домик уже Можно сказать будет отчасти готов Там останется уже какие-то ремонтные работы делать Но это уже по желанию в принципе Посмотрим Буду я это делать, не буду Вы кстати тоже пишите в комменты Какие есть идеи Что добавить можно в этом домике Ну а я приступаю к работе Продолжаем наше строительство Начнем наверное с кровати Я вот тут пару досточек так выложил Вроде как раз в мою ширину Надеюсь, что будет на такой кровати удобно спать В общем было принято решение Собрать кровати на улице И потом занести их внутрь В общем ребята Как видите я сегодня не сам Я уже говорил что я с тестем Тест можешь поздороваться со зрителями В прошлом ролике кстати Там на 12 минуте Писали что там сзади тебя кто-то ходит То есть ну я как бы поговорил Что я в прошлый раз тоже не сам был То есть это мой друг ходил Сегодня я с тестем В общем начинаем Со строительства кровати Все ребята Получился Такой типа короб И вот мы скрутили такой щит Сейчас вот этот щит Положится туда наверх И получается какая-то такая кровать Хорошо что стенки нету сейчас С той стороны Поэтому удобно будет Занести ее внутрь Соответственно сейчас Соберем вторую такую же кровать И останется сделать только стол И зашить стенку В общем ребята Две кровати уже готово Сейчас их можно в принципе Ставить в мой домик Но как видите у меня в домике Немножко такой неровный пол И сейчас надо будет его подровнять Потому как я примеривал сюда кровать Она как-то вот так Кособоко стоит Короче сейчас ровняем пол Вот видите я тут чуть-чуть Передвинулся Я уже в яме стою Здесь короче не земля сверху А торф Такая торфяная подушка Тут Надо короче его сперва Прорезать все А потом просто снимать Может даже кстати копаться Легко будет потому как Ну заодно и пол Я думаю будет сложнее копать Но торф снимать в принципе Не так тяжело Можно было это все сделать Еще когда оставился сам домик Все в принципе Если вот эти опилки чуть-чуть струсить Можно сказать что кровать готова Давайте я померяю Шикарно Как раз Не больше не меньше Так ну осталось ребята Сейчас выровнять площадку Еще с другой стороны И в принципе можно сказать Кровати на своих местах Так ребята Вторая кровать встала Очень хорошо Она немножко правда выше Той кровати Но думаю ничего страшного В общем Сегодня у нас уже время заканчивается Уже 7 часов вечера Я думаю нет смысла сегодня что-то уже продолжать Придется завтра приезжать Завтра кстати еще передают дождь Очень хорошо будет если будет дождь Потому как Ну я обычно сюда на машине приезжал Тут метров 500 последних приходилось идти пешком Ну придется где-то там Ну около 2 километров прогуляться От дороги пешком И должен быть дождь Если будет дождь Очень хорошо будет Я хотел бы проверить Насколько протекает Не протекает Данная конструкция Так сказать Испытаем уже В хардовых условиях А на сегодня пока что все В общем друзья Наступил уже второй день Сегодня я уже без тестя Сегодня я со своим оператором Оператор кстати мой У меня спрашивали Кто твой оператор Оператор обычный человек Он не хочет светить свое лицо Поэтому я его не показываю вам В общем что мы вчера сделали Сделали две вот такие вот кровати И сегодня я уже успел Прикрутить вот такую вот перемычку Сейчас я вот здесь выстрою такое окно Потому как изнутри ты будешь заходить В принципе вроде на адекватной высоте И буду стараться ровно по центру Сделать окно И вот это все Я попытаюсь сегодня обшить Вот этой доской Надеюсь времени мне хватит Потому как вчера кровати Вроде достаточно быстро шли Но мы поздно сюда Как всегда в принципе поздно приехали Где-то в середине дня И так знаете Время незаметно уходило В общем рулетки уровня у меня нету Все строится на глаз То есть ну как бы это не дом В котором жить Это летний вариант домика В который я буду иногда приходить Ночевать Тут там возможно с друзьями Какими-то и так далее И тому подобное В общем Что Начинаю сейчас Выводить сперва Форму окна Потом когда форму окна Точнее вот этот квадрат Ну скорее всего квадратное окно Будет готово Я уже буду Все вот это дело обшивать Единственный момент Ширина у меня домика Она шире Нежели доска У меня самая длинная доска Два метра Но Что-то буду Колхозить Что-то выдумывать Короче сегодня В любом случае Должен зашить эту стенку И надеюсь Что я успею сделать Еще дверной проем туда И когда это все будет готово Останется только Застеклить окно И когда окно будет застекленное В принципе Здесь уже Можно будет жить Хотя на самом деле Сейчас относительно тепло Поэтому я думаю Что жить здесь Можно будет даже и без окна Но сегодня я здесь Оставаться точно не буду Короче все ребят Приступаем к работе Короче ребята Получается какое-то Вот такое вот Окно Кстати Сегодня Я знал что будет дождик И как раз пришел сегодня Для того чтобы испытать Так сказать На прочность Будет ли будет что-то протекать Если будет протекать То будет сразу видно Где есть проблемные места И потом Где их нужно будет устранять В общем Вот такое вот окно Сейчас Наверное проблематичнее всего Будет зашивать Нижнюю часть Придется как-то соединять доски Вот такой колхоз Как вот здесь производить Ну ничего страшного Это же как бы Не евроремонт какой-то делаем А просто Лишь бы закрыть стенку Потом в будущем Там какие-то щели Надо будет Возможно глиной Возможно еще чем-то Пишите к себе в комменты Там Идеи по строительству Потому как Когда землянку Кстати строил Более охотно Вы ребята Как-то комментировали Писали какие-то идеи И мне проще было Что-то выдумывать А здесь в принципе Ну как бы Много идей нету Да и вы особо знаете Каких-то Идейных комментариев Не оставляете В общем Сейчас как-то будем Зашивать эту стенку Надеюсь Это все будет Там много проще Нежели с той стороны Потому как там Приходилось Находить древесину А здесь уже в принципе Ну ничего находить не надо Все привезли Надеюсь хватит Расчет тоже производился На глаз Конечно можно было Все посчитать Но Не хватит Придется еще раз Попросить тестя Чтобы он на своем джипе Сюда привез Ну короче все Вот такая вот работа Сейчас буду просто Крутить 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 саморезы Смотрите Вот взял пачку саморезов Тысяча штук Она вчера была полная Уже не полная Хотя собрали только две кровати Как-то на кровати Кстати древесины ушло Немножко больше чем рассчитывал Потому как Что ты как не рассчитывай Все равно в процессе Как-то все Что-то становится по другому Вначале очень Широкая вот эта вся Штука дрюка Доска вот эта По 2 метра И вначале по 2 Очень много уходит Потом конечно Чем выше вверх будем идти Тем меньше их будет Уходить Потом тут на окне Чуть-чуть сэкономим Тут коротенькие будут Сверху там вообще Пару коротышей надо Не знаю В притык рассчитывал Можно конечно сейчас сесть Посчитать Сколько понадобится ее Но больше или меньше Ее от этого не станет Поэтому пока что Крутим Собираем Строим что-то А там уже по ходу Будем смотреть Конечно же Никаких у нас уровней Ничего нету Стенка стоит Под углом Чуть-чуть вот так Потому как Изначально сама конструкция Вот так Для устойчивости Ставилась Ну как бы это Нежилой какой-то дом Знаете в городе Где все должно быть ровно Здесь как бы такая конструкция Пока что как-то так Все дело выглядит Сейчас со стеной Немножко остановимся Нужно сделать дверь А потом уже С того что останется Можно будет Зашить Остаток вот той стены Там в принципе Нужны коротенькие кусочки Подозреваю Что древесины Ровно хватит Прикиньте Я вот так на глаз Прикинул себе Честно даже не считал Просто на глаз Прикинул И всего вроде как Должно хватить В общем сейчас приступаем К дверям В общем ребята Прошло немного Немало времени Ну в принципе Немного прошло времени Думаю ничего интересного В том нет Как я скручивал двери Сейчас Мы докручиваем Петли уже И Оп Теперь я хата Теперь я двери И почти я векно Короче По трошку Мона Починать и жить Петратор Пойдем со мной Все Осталось Короче Зашить в ту сторону И В принципе Хатка для рябка Можно сказать Уже отчасти готова В общем ребята Как-то Вот так это все Дело выглядит Здесь такая Кровать стоит Здесь там Различный инструмент Вещи оператора Мои вещи Дверь Здесь конечно же Понятное дело Еще нужно будет Взять лапника Накидать немножко Там Позамазывать щели Работы конечно же Ребята Еще достаточно много Но в принципе Можно сказать Что дом уже Практически готов По крайней мере В нем точно Можно жить И наконец-то Я его достроил Планировал 2-3 серии строить Кажется 3 да 3 серии я его строил 3 Третья серия Вот это В принципе Как планировал Дом Отчасти готов Нужно будет Единственное Что привезти с собой Еще лапника Потому как здесь Елок в принципе Нету Но я пару штук Нашел Не хотелось Просто их Совсем Лысыми оставить Поэтому я наверное Где-то Найду Лес Снимать Снимать Какое-то Выживание Можно Супер Суса Какого-то Сюда Позвать Я надеюсь Он не спалит Это место Пишите Кстати Ребята В комментарии Звать Не звать Супер Суса Супер Моя жену И моего сына Многие Кстати Может Кто-то знает Кто-то не знает Кто в инстаграме Там подписан Либо на влоговый канал То видят Я кстати Влоги сейчас Уже перестал Полностью снимать Как-то Особенно с этим домиком Нет времени Видите Тут по два дня Приезжаешь Строишь Это все дело То погода Была плохая А то там Другой ролик Снимал Съемки чуть сорвались Короче Не важно Это все дело Можно будет В будущем Переснять Короче Ребята У меня есть идея Я хочу Сюда позвать В гости Мою жену И моего сына Моему сыну 10 месяцев Его зовут Артем И если вам нравится Эта идея Чтоб я как бы Понимал Пишите в комменты Ставьте лайки Давайте соберем 40 тысяч лайков И я следующую часть Здесь буду снимать Выживание с женой И маленьким сыном Потому как Многие спрашивали Где твой сын Что с твоим сыном Все нормально Живой здоровый Растут зубы Уже там что-то Па-па-па Да-да-да Там короче Кое-как разговаривает Хотя давно уже начал Разговаривать Но еще как бы Знаете такие Связанные слова Никакие не говорит Ну Данный видеоролик Не знаю Может Как по мне Показался Немножко скучноватый Но это как бы Такое строительство Я не вижу смысла Знаете Снимать Как я там Каждый саморез Вкручиваю Надо будет Кстати да Еще тут С дверью Закончить Обналичник Там надо 75-ку саморез Я что-то этот раз Не взял У меня только 35-ка была Потом Нужно будет Еще петли взять Чтобы сделать окно Я думаю Окно стеклянным Делать не буду Тем более Что это летний Вариант домика Я просто Вот сделаю Такое деревянное окно Чтоб оно Вот так знаете Вверх поднималось На какую-то подпорку Ставилось И закрывалось Обратно Пишите Короче ребят Рекомендации По строительству Что здесь добавить Что исправить Что поменять Это летний вариант домика Ну Зимой я здесь Даже не рассчитываю Находиться Потому как он большой Его реально тяжело Будет обогреть Здесь я даже Никую печку Не буду делать Потому как это Ну Как показала практика Печку делать Иногда бывает Опасно Поэтому вот Такой летний домик Впереди У нас еще все Лето Еще весна не закончилась Поэтому я думаю Много классных видосов Здесь будет Много каких Блогеров в гости Позову Так все ребята Жду ваши комментарии Жду ваши лайки Если хотите Чтоб я следующий видос С женой и сыном снял Ну а с вами был ребят Сергей Трейсер Всем до новых встреч Всем пока